МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице открылся московский пасхальный фестиваль. Вольный пересказ Шекспира. Больше всего нас интересовал сам Генрих, который становится потом королем. В театре Ленком готовят премьеру Фольстаг и Принц Уэльский. Тени юнофосы. Во всех своих произведениях Фосса задает экзистенциальные вопросы. Избранные на фестивале драматурга в Москве. Выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Москве открылся 17-й пасхальный фестиваль. Он проходит при поддержке банка ВТБ, который уже много лет выступает генеральным партнером Мариинского театра. Из Большого зала консерватории Елена Ворошилова. Отыграв иоланту в концертном зале Чайковского, Валерий Гергиев приехал в Большой зал консерватории на открытии пасхального фестиваля. Кофры с инструментами не только в гримерках, но и в коридорах. Сразу после концерта оркестр уезжает в Воронеж, потом Липецк. Далее по маршруту симфоническую программу отыграет в 30 городах. Большой акцент сделан на выступления в регионах. Мы дойдем до Мурманска, мы дойдем до Красноярска, мы дойдем до Владикавказа. Выступим во многих-многих городах. И программы самые разнообразные. Это и русская классика, это и редкозвучащие произведения. И французов, и немцев, и австрийская музыка, и итальянская опера. В консерватории «Аншлаг» вечер отдан классике. Открыл концерт полонез из оперы Чайковского Евгений Онегин. Арии из оперы Чайковского и Верди исполнили солисты оперной труппы Мариинского Алексей Марков и Татьяна Сержант. Музыка в этот вечер созвучна пасхальному настроению. Такая же светлая и торжественная, как и сам праздник. Больше 30 дней продлится музыкальный марафон. Я знаю, что во всех городах, где пройдет фестиваль, сейчас идут приготовления. Готовятся дети, потому что во многих концертах они будут задействованы. Хоровые детские коллективы будут задействованы. Конечно, зрители. Всегда немножко не хватает билетов. И поэтому фестиваль часто вливается на улицы, на площади. Чтобы уложиться в график, музыканты будут давать по два концерта в день. Исполняют шесть опер Вагнера и Верди. Пасхальный фестиваль доберется до Китая, Германии и Швейцарии. Особенный концерт будет в Климерове. Это будет, может быть, не самый обычный концерт. Вы понимаете, почему. Но мы сделаем все возможное, чтобы звучала прекрасная музыка. И это будет благотворительный концерт. Завершится фестиваль 9 мая. Оркестр Мариинского театра даст концерт на Поклонной горе. Елена Ворошилова, Денис Кресенков. Новости культуры. В афише Ленкома скоро появится новое название. Фальстав и принц Уэльский. Марк Захаров предлагает вольную фантазию над темой шекспировских пьес. На одной из репетиций побывала Валерия Кудрявцева. Пожалуйста, играйте. Внимание. За почти неделю до премьеры репетиции полным ходом. Марк Захаров давно собирался и даже говорил об этом вслух ставить Шекспира. Первого в своей жизни. Долго готовился, читал разные переводы и сопряженную литературу. В итоге, конечно, выдает что-то свое. Шекспировско-Захаровское. И Захаровского, судя по всему, как, впрочем, и всегда, больше. Больше всего нас интересовал сам Генрих, который становится потом Королевым Генрихом V. И Фальстав. Фальстав – великий шут. Вот, а шут еще покойного Горина очень занимал. Возможно, этот спектакль, он сделан под воздействием тех традиций, которые заложил во мне Григорий Израильевич Горин. В основе фантазии Захарова на тему Шекспира – комедийные ситуации. Главные герои которых – принц Уэльский Дмитрий Певцов и шут Фальстав Сергей Степанченко. Говорят, Захаров как никогда поощрял актерскую импровизацию. Результаты сотворчества обещают на премьере. А пока… Много приходится бегать, двигаться, перемещаться по сцене. Вот это напряжение внутренне, этот драйв такой, который не позволяет. Ну, совсем. Я буду сейчас интервью давать с вами. Вот так вот, давайте, спрашивайте меня. Ну, такого нету в спектакле. Если честно, я с людьми играю в дурачка. Мне так удобнее скрывать, кто я на самом деле. Никто во мне не признаёт мыслителя, а я философ, заливающий свой дар бочонкам Хереса. Фальстав, друг принца, продолжает родиться известного лукавого героя – вечного шута. Принц же Уэльский – вечный король, который снова не прошёл испытания властью. Я презираю человеческие страхи! Сейчас протяну вам руку! Но! Я не могу похвелиться! Это другой Шекспир, это фарс, где много песен, танцев. И поём рэп. Представляете? Первый раз в жизни. Во время репетиции за кулисами абсолютная тишина. Слышны только голоса со сцены, а здесь все ходят на цыпочках. И ещё самые неожиданные предметы можно найти в самых неожиданных местах. На премьере, кроме знаменитого ленкомовского юмора, обещают красивые костюмы, невероятную машинерию и яркие спецэффекты. Марк Захаров говорит, спектакли его театра должны быть понятны даже иностранцу, не говорящему по-русски. Фирменная ленкомовская и визуальная атака на зрителя. Очень скоро. Валерия Кудрявцева, Александр Подкоха. Новости культуры. В Тбилиси на 88-м году жизни скончалась советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе. Она снялась почти в трёх десятках фильмов. Впервые на съёмочную площадку попала ещё школьницей, играла в картине Каджана. Она окончила Тбилисский театральный институт. С одинаковым успехом играла и комедийные, и драматические роли. Её называли «жемчужиной грузинского кино». Абашидзе пробовала себя и в режиссуре. Сняла картину «Тифлис в Париж и обратно» по собственному сценарию. Фестиваль норвежского драматурга Юна Фосе продолжается в Москве. В программе лекции, творческие встречи и, конечно же, спектакли по пьесам Фосе. Один из них привезла в столицу норвежская театральная компания «Избранный». Постановку «Тени» увидела Яна Мирой. «Избранные» – так название театра переводится на русский язык. Эти норвежские артисты считают себя свободными художниками. Говорят, мы ни от кого не зависим. При этом трупы финансируются государством. Каждый год Совет по культуре выделяет нам средства на постановку спектаклей и проведение гастролей. При этом в Осло и в других городах страны есть театры, которые предоставляют нам свою сцену. Конечно, национальный театр сосредоточен на классике, но есть много площадок и коллективов, которые занимаются именно экспериментами и получают финансирование на развитие театрального искусства. Обычно избранные сами пишут тексты для своих постановок. Произведение Юна Фосе – редкое исключение. Спектаклю «Тени» уже 9 лет. За это время его видели во многих странах, а вот в России эта театральная компания впервые. В этой пьесе мы не можем понять, в какое время происходит действие. Мы ничего не знаем о возрасте персонажей. То, что мы используем лица детей и пожилых артистов – это наша находка. Но в этом нет специального послания, разве что мы указываем на такой феномен, как время. Такое сценическое решение родилось почти случайно. Дети артистов позировали во время тестовой съемки. Настройка техники подсказала необычную идею. Создатели спектакля настаивают на традиционной для экспериментального театра позиции. Пусть каждый зритель увидит в этом что-то свое. Текст Юна Фоса говорит сам за себя. При этом зрители 17 и 70 лет, конечно, поймут его по-разному. Как и во всех своих произведениях, Фоса задает экзистенциальные вопросы. Кто мы, откуда и, главное, в чем наша цель. Для театра «Избранные» очень важны мультимедийные элементы. Это основа их эстетики. При этом в труппе уверяют, все новые технологии акцентируют актерскую работу. На первом месте всегда человек. Яна Мирой, Игорь Горбачев, Новости культуры. Провинциальные танцы на золотой маске, абхазский фольклор в Доме музыки и выставка номинантов в премии «Инновация» — все это уже сегодня. В Российской государственной библиотеке открывается выставка номинантов на премию в области современного искусства «Инновация». В экспозиции лучшие кураторские образовательные проекты, а также музыкальные и междисциплинарные фестивали. Работы будут представлены в читальных залах РГБ, а также на специально созданном сайте, который начнет работу 10 апреля. На золотой маске театр провинциальной танцы из Екатеринбурга покажет спектакль «Има-головушка». Постановка основана на баснях из Опола, Фонтены и Крылова, а главный герой предстанет в необычном образе стрекозы. Конфликт насекомых для режиссера Татьяны Багановой — повод поговорить о понимании и принятии чужого мира. В Московском Доме музыки состоится концерт-ансамбля песни и пляски Республики Абхазия. В программе вечера фольклорные песни и танцы, а также произведения абхазских композиторов. За дирижерским пультом художественный руководитель коллектива Василий Царгуш. История русского народного костюма в деталях. Известный коллекционер-этнограф Сергей Глебушкин привез в Тверь часть своего обширного собрания. Как одевались женщины в разных губерниях России, расскажет Елена Ларионова. Сергей Глебушкин — известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма. Большинство экспонатов — редкие и уникальные находки из этнографических экспедиций по деревням и селам. К примеру, вот так наряжались в Пасху в Рязанской области. Широкая юбка Панёва — яркий сарафан. Вот эти палеты, например, да, это уже поздний вариант, это уже от однодворцев пришло, когда это можно сказать, что были погоны, например, погоны были у солдат и служивых людей, но это преобразовалось именно погоны вот в такие вот оборки. Вот здесь тоже, конечно, всё это, вот это был ромб, да, то, что мы говорили, клетка — это земля, и ромб тоже, особенно это типа земля. В одном и том же костюме никогда не ходили на праздники, ярмарки или в гости, работали всегда в разном. Какова пряха, такова на ней и рубаха. По костюму узнавали о мастерстве и умении девушки или женщины, какая она рукодельница. Словно паспорт, наряд на Руси говорил о многом. По костюму можно было судить о происхождении женщины, из какой она губернии, о её благополучии и семейном положении. К примеру, вот этот костюм носили в праздничные дни в Архангельской губернии. Он яркий и красиво и богато украшен вышивкой. Также по головному убору можно судить о том, что женщина была замужем. На выставке представлены костюмы из разных областей России, в том числе и Тверской. Вот такие очелья или попросту повязки из льна, украшенные золотыми нитями и пайетками, с ручной вышивкой носили в Сандовском районе. Всего в коллекции Сергея Глебушкина более 300 костюмов из разных уголков России. Увидеть предметы одежды с вековыми традициями можно до 28 апреля. Елена Ларёнова, Максим Зайцев, Тверь. Новые конкурсанты и уже знакомые зрителям участники предыдущих сезонов демонстрируют свои таланты в телевизионном конкурсе «Синяя птица. Последний богатырь». Очередной выпуск программы выйдет в эфир в это воскресенье на телеканале «Россия-1». Ольга Енина с подробностями. Декорации, музыка, свет — всё в первом павильоне Мосфильма, где проходят съёмки проекта «Синяя птица. Последний богатырь», создаёт ощущение, что попал в сказку. А новый сезон действительно сказочный и готовит своему победителю особенный подарок — возможность принять участие в съёмках в продолжении популярной киносказки «Последний богатырь». 11-летний Андрей Беляков мечтает и в кино сниматься, и создать собственную рок-группу. Пока же на проекте играет на органе. А этого на «Синей птице» ещё никто не делал. Мне больше всего нравится съёмка, процесс именно того, как там играешь, тебя снимают, выходишь, что-то говоришь. Интервью нравится тоже. Это уже третье. Я очень хочу съёмку в «Последнем богатыре». Впервые на сцене проекта Вика Листунова. В свои 12 лет она состоит в молодёжной сборной России по спортивной гимнастике. На её счету немало побед, в том числе в первенстве России «Спартакиаде-2017». Из всех спортивных снарядов для своего выступления на шоу выбрала бревно. Что мне нужно делать, чтобы так не бояться, как я боюсь? Привыкать к высоте. Учётники проекта «Синяя птица. Последний богатырь» играют, танцуют, поют, летают, поражая уровнем подготовки и членов жюри, и гостей, которых в этом специальном сказочном сезоне немало. То, что я сейчас видел, это не то, что сказка. То есть это сказка, которая абсолютно реальность. Я вообще не понимаю, как они это делают. Много тех, кто умеет нажимать на клавиши, кто умеет перебирать на флейте пальцы. А другое дело, когда у тебя душа поёт вместе, когда ты знаешь, про что ты говоришь, про что ты играешь. Вот здесь, конечно, все ребята, очевидно, сверходарённые. «Синяя птица» и «Последний богатырь» дарят своё волшебство не только новым одарённым участникам, но и тем, кто уже хорошо знаком зрителю по прошлым сезонам. Когда мы поняли, что у нас есть возможность, и спасибо за это нашим партнёрам, создателям сказки «Последний богатырь», такой уникальный приз предложить ребятам, мы сразу решили, что несправедливо лишать этой возможности тех, кто уже участвовал в прошлых сезонах. «Синяя птица» — это всегда сюрпризы, а потому зрителей ждут необычные номера, новые жанры и сказочный мир — «Белогорье». А участников не только шанс взять главный приз. В любом случае они получают уникальную возможность для большого профессионального старта. Ольга Енина, Максим Фоменко, Новости культуры. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова